Польский театр Продукции в спектакле «Медведь» и «Предложение» смотрите в выпуске «Про арт». Потому я говорю, что этот спектакль современный, про нас, но в таком костюме несколько лет тому назад. Мы очень любим играть этот спектакль, потому что хорошо себя чувствуем на сцене. И зритель, или это будет Украина, или Литва, или Польша, или другое государство, это не имеет значения. Программа Международного фестиваля камерных театров «Андреевский фест» отличалась разнообразием и оригинальностью выступлений каждого участника. Но всех объединял эксперимент и поиск новых сценических форм ради сближения людей, развития театрального искусства. Ярким примером консолидации культур разных стран стал театр имени Александра Севрука из польского города Эльблом. Мы тоже хотим показать спектакль, который у нас живет своей жизнью. Это пьеса, которая живет в Польше. Русский автор, украинский режиссер, польский актер. Международная пьеса. Я работал с разными театрами. Украинскими тоже мы были. В Киеве уже второй раз. В Херсоне, в Тарнополе, в Коломы. И наставили спектакль вместе с шведами, литовцами, с театром Калининграда. Как рассказал Мирослав Седлер, творческий коллектив очень стремился приехать в Киев со своей чеховской постановкой. Несмотря на плотный график репетиций дома, польским артистам удалось продемонстрировать результат своей работы коллегам по фестивалю. Я думаю, что театр — это большая семья. Все должны знакомиться. Нам очень трудно было найти время, чтобы приехать в Киев. Но нам хотелось показать этот спектакль, показать жюри, показать зрителям, познакомиться с новым театром. Поляки приехали на фестиваль командой. Кроме актеров была группа незаменимых технических сотрудников. Они приготовили площадку Киевского театра к показу спектакля. Наша команда — это 13 человек. Сводитель — 5 актеров. И остальное — это техника. Звукооператор, свет, грим, гардероб. Это команда, которая работает вместе. Это нет такого, я только звукооператор, я только светом занимаюсь. Нет. Приезжаем, ставим декорацию вместе. Я тоже на сцену вхожу и ставим декорацию. Подготовляемся. Опытная актриса Тереза Суходольская по приезду в Киев сразу же адаптировалась в новом сценическом пространстве камерного театра «Колесо» и с любопытством ждала встречи с украинским зрителем. А волнение испытывала актриса только творческая. Может, только вот когда играю в другом крае, стараемся более, может, не то что медленнее, но выразительнее говорить, чтобы зритель больше понял, если есть такая возможность. Но в основном я думаю о том, что я делаю на сцене. Постановка двух чеховских водевилей «Медведь» и «Предложение» как нельзя лучше легла в формат фестиваля камерных спектаклей. К тому же польская труппа великолепно отшлифовала свою работу, выступая в разных городах Европы. Этот спектакль ставил украинский режиссер Вячеслав Николаевич Жила. Мы уже сыграли сто раз. Этот спектакль сегодня будет сто первый. Этот спектакль очень приятный для зрителя, потому что в этом спектакле Вячеслав соединил классику и современную пьесу. Прежде всего, это комедия, но мудрая комедия. Деликатная. Спектакль. Нема. В девятнадцатом веке излюбленным жанром публики был водевиль с ярким бытовым конфликтом. Острота и современность водевиля Антона Чехова в том, что и сейчас зритель видит в них черты повседневной жизни, которая его окружает. Эгоцентризм, взаимное непонимание, нежелание идти на компромиссы. Поменташь? А там, там. Свою интерпретацию чеховских шуток поляки сдобрили отменные порции сценического юмора и гротеска. Они создали удивительно актуальную комедию характеров на современной сцене. Який я естем звуёх, а не баба який звук. Конечно, это каждый ищет. Но я считаю, что это режиссёр Вячеслав Жила, который с нами работал, он нам подсказал вот такой юмор. Как можно с какой-то драматической ситуацией сделать, чтобы она не была такая тяжёлая, только вот с улыбкой. И чтобы было это приятно смотреть на эту пьесу. Это комедия всё-таки. Оочи чёрные, очи сгучие. Я тогда за то wszystko не дал бы навецованного шалунга. Об этом в Адевиле есть всё. Деньги и пистолеты, слёзы и улыбки, любовь и ненависть. История о вспыхнувших чувствах между кредитором, женоненавистником и безутешной вдовой. Получится ли у них договориться? Польские актёры профессионально сумели передать тонкую иронию автора. Директор польского театра уверен, что всё то, о чём писали классики много лет тому назад, в «Человеке» существует и ныне, независимо от времени. К примеру, по накалу эмоций отношения между героями из пьесы «Медведь» Еленой Ивановной и Григорием Степановичем актуальны и для современных людей. Не надо искать чего-то нового в спектакле, в пьесе, которую мы взяли на работу. Люди влюбляются, люди спорят, ненавидят тоже. И всё это в этом спектакле есть. В реальной жизни людей, абсолютно идентичных чеховским персонажам, актриса Тереза Суходольская не встречала. Ей и всем актёрам пришлось потрудиться над тем, чтобы вышло не только смешно, но и убедительно. Не зря, говорят, слезу вышибить в пустяк, вот комедию играть гораздо сложнее. Я считаю, что, конечно, это жизненные ситуации, конечно, но в этой пьесе как-то чуть перерисована, вот может так скажу, чтобы зритель получил удовольствие. Потому что если вот такая типичная ситуация из жизни, вот я должна здесь реветь, переживать, конечно, что умер муж, но вот другой появится, ну хорошо, ну вот я переживаю. А в этой пьесе есть вот этот глаз, пускаем такой глаз к зрителю, что это только 40 минут, а тут показан период жизни, может, вроде это в один день. В чековских водевилях бездна возможности для актёрской игры и режиссёрской фантазии. Есть в них и глубокий моральный подтекст. На этой основе польско-украинский спектакль сформировал и свою сверхзадачу. Нужно заставить современных людей меняться в лучшую сторону, прощать мелочные изъяны поведения, которые могут привести к нарастающим конфликтам. Это очень просто. О людях, о нас. Посмотрите, увидите себя, может быть, в медведе, может быть, в пропозиции, увидите нас несколько лет тому назад. Люди не меняются. Меняются телефоны, машины, здания. Люди всё время такие же самые. И всё-таки, ну, что говорит эта пица? Любовь. Это вот, что входит наш друг, да, и говорит, разные случаи в жизни бывают, правда. Любовь бывает и грустной, и смешной иногда, но это любовь. И вот, когда мы любим друг друга, мы можем и простить, и забыть некоторых. Это очень могущественное чувство. Нет, это ладно! Выбор жениха или невесты – не шуточное дело. Принарядившись во фраг, помещик Ломов приезжает делать предложение Наталье Степановне, дочери соседского помещика Чугукова. Но сватовство обернулось для него настоящим испытанием. Словесная битва между потенциальным женихом и невестой порождает вопрос – так будет ли свадьба? Комический конфликт из-за нелепых глупостей, чья собака лучше и кому принадлежат воловьи лужки, блестяще разыграли польский актер. Режиссерское решение постановки наглядно продемонстрировало все то, что мешает искреннему общению между людьми. Работа над этим спектаклем была очень приятной и полезной, потому что режиссер Вячеслав Жила к этой теме подошел без излишнего пиетизма, одновременно не потеряв величия чеховской драматургии. С этим режиссером на репетициях была очень приятная атмосфера. И вот мы пробовали в этих пьесах-шутках разные варианты. Это был поиск, но без какой-либо нервозности. В основном это была такая наша игра, в ней не было той священной помпы. Это же Чехов. Мы забавлялись, по сути, на репетициях. Спектакль по Чехову польские актеры играли на различных площадках. А как они адаптировали свою постановку к сцене «Киевского колеса», ведь камерность этого театра уникальна. Каждое движение, слово, даже мимика максимально приближены к зрителю. Актеры уже настроились. Они приезжают в новое место, в новый театр и смотрят, как это можно сделать в этом театре. Этот спектакль с нашей малой сцены, наша малая сцена чуть-чуть побольше, чем сцена в театре «Колеса». И этот спектакль, играть близко к зрителю, это очень удобно, потому что можно сыграть этот спектакль деликатно, так, как чувствует актер. Сейчас тебе вспоминаю, головы лоншки сом реально паузские. Первый раз играли в так маленьком месте. Мы первый раз играли в таком маленьком зале, в такой близости к зрителю. Мы играем это дома на малой сцене, и это тоже близко, но не так вот. А здесь такой непосредственный контакт с публикой, просто перед носом, поэтому, может, слишком громко говорили. Для актрисы Марты Масловской любая роль наслаждения. Она окончила актерскую студию в Ольштене. За 15 лет работы в театре имени Севрука создала не один десяток самых разнообразных сценических образов. Но, пожалуй, комедийные, характерные роли ее коней. Что за негатив? Не упадь по там добрым сущадам! Сами пьесы Чехова, с точки зрения критиков, в общем-то, достаточно банальны и простоваты по меркам современного театра. Тем не менее, спектакль берет не сюжетом и даже не шутками. Он берет блестящий актерский игрок. Театральный спектакль – дело коллективное, и хороший партнер очень важен на сцене. Марта Масловская, как никто, убеждена, что добрая половина зизио-зрительского успеха – это талантливая работа и зизио-партнеров на площадке. Слаженность, чувство локтя и некий магнетизм взаимных чувств незаменимы в любом спектакле. От партнера зависит все. Если партнера нет на сцене, то трудно что-нибудь сыграть. Без партнера невозможно выстроить сюжет или историю. В таких проектах очень важно соучастие, например, когда дуэт или три человека на сцене. А здесь с Лешиком я очень люблю играть. Мы понимаем друг друга, подыгрываем, и получается такой напор. Он растет, растет, потому что мы один другого постоянно накручиваем. Театру присуща такая сила, которая способна воздействовать на людей гораздо мощнее, чем любая пропаганда, уверены участники фестиваля. Ведь чувствам и эмоциям подвластен каждый человек. Театральными средствами можно дать такой импульс людям, чтобы они приходили в театр, смотрели и начали думать другим образом. Про жизнь, про ситуацию, про людей, а прежде всего про сотрудничество. И самое важное, чтобы был мир, и может быть, мы сделаем так, что будет свет прекрасный через искусство, через пьесы театральные, через думку и через любовь между людьми по-человечески. Я знаю, что это невозможность 100%, но есть возможность на 80%. По мнению директора феста Ирины Клещевской, необходимо развивать различные творческие коллаборации, сотрудничество и обмен опытом. И как результат, дружбу между театрами. Это фестиваль первый, пилотный такой, Андреевский фест. Я думаю, что он будет развиваться. По просьбам, по тому интересу, по твоим запросам, которые прислали театры, видно, что, в общем-то, все хотят показать себя, пообщаться с другими. То есть фестивальное движение вообще должно развиваться, и оно хочет развиваться. Вот что самое главное. Зрители, которым посчастливилось побывать на спектаклях, убедились, что все коллективы, которые принимали участие в фестивале, любят театр и свое дело. Поэтому они достойны ездить по всему миру и демонстрировать публике свое мастерство.